Европа столкнулась с резким скачком цен на электроэнергию, поскольку стоимость газа взлетела до рекордного уровня, сообщает американское агентство Bloomberg. Ограничение поставок газа увеличивает стоимость выработки электроэнергии в Великобритании и Германии. Предприятия возобновляют свою работу после карантинов из-за COVID-19, люди возвращаются в офисы, и все это влияет на спрос. В свою очередь, рост цен подпитывает инфляцию и угрожает восстановлению экономики, поскольку в энергоемких производствах от удобрений до стали, вероятно, потребуется уменьшить объемы изготавливаемой продукции. Коммунальные предприятия повышают тарифы для потребителей, дорожает все, от продуктов питания до транспортных услуг, что уже стало головной болью для политиков, ратующих за скорейший энергопереход. Все это создает предпосылки для тяжелой зимы в Европе, которую, возможно, ждет энергетический кризис с трехзначными ценами за газ. Низкая скорость ветра и жаркая погода снижают выработку возобновляемой энергии, увеличивая использование ископаемого топлива. В этом году цена на уголь в Европе поднялась более чем на 70%. Европа столкнулась с газовым кризисом после того, как суровая зима опустошила подземные газовые хранилища. Увеличивать запасы ПХГ оказалось нелегко, поскольку Россия, ведущий поставщик газа, ограничила поставки, а Азия скупала огромные объемы с ПГ. Рост цен уже привел к тому, что инфляция в ФРГ побила рекорд 2008 года. В августе цены увеличились на 3,4%, что больше уровня 2%, установленного европейским ЦБ для зоны евро. Обстановка может еще больше осложнится, если зимой нагрянут жесткие морозы, как это было в 2018 году. Если у нас будет такое погодное явление, как Зверь Востока, я не удивлюсь, что у нас могут быть спотовые цены на газ, достигающие трехзначного числа, считает Жульен Харау, глава Energy Scan, подразделение компании NGSA, Франция. Компании НЛСП Италия и ОМФ Эйги Австрия уже предупредили о предстоящей тяжелой зиме. По подсчетам Citigraup Inc., цены на газ и электроэнергию в Европе могут повысить средний счет за ЖКХ на 20%, подытожило СМИ.